Чем школьникам можно заняться во внеурочное время? Например, посещать комнаты детских инициатив. Их сеть развернута в образовательных учреждениях нашего района, как и по всей стране. Мы побывали в славянских школах, чтобы получить информацию о работе таких комнат из первых рук. Комната детских инициатив – это центральное место детского объединения, штаб ребят, место встреч, сборов, рабочее место советника, директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. Задача такой комнаты – создать для ребят условия для личностного роста и всестороннего развития, помочь в самореализации и профориентации. Она должна быть такой, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и уютно. Именно такая комната обустроена в 11-й школе Хутора Маевского. Это место объединяет у нас младших школьников, старших школьников, педагогов, коллег. Здесь развиваются ребята по разным направлениям. Участвуют в программе «Орлята России» – это младшие школьники, юнармия. Здесь же мы проводим советы атаманов, решаем вопросы школьные, насущные. Ребята приходят со своими идеями постоянно. Самое любимое у них мероприятие – это день самоуправления в школе, когда они становятся на место директоров, учителей. Ребята постоянно здесь что-то придумывают, что-то рисуют, вырезают. Здесь стараются всецело способствовать воспитанию личности учащихся на основе духовно-нравственных традиций. Ребята с радостью приходят сюда, чтобы пообщаться, узнать что-то новое, найти здесь себе друзей по интересам. Они знают, что в комнате детских инициатив их всегда ждут. Здесь могут ребята прийти, развиваться, поиграть во что-то, позадавать вопросы, на них легко можно ответить. Дети приходят, они могут здесь разговаривать с педагогами, задавать любые вопросы. Они могут прийти в любое время, также на перемене. Здесь много детей приходит, они между собой общаются, они развиваются. В седьмой школе поселка Степнова комната детских инициатив небольшая, но красочно оформленная и удобная. А самое главное, что тут кипит жизнь. Под руководством советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Валерия Сабирова ребята увлекаются познанием и творчеством. Дружеская, творческая обстановка, где дети окунаются в среду, для них приятную, и они не стесняются, ничего не скрывают и могут вместе со взрослыми, могут между собой как-то реализовать свои идеи, просто пообщаться и получить какой-то комфорт и уйти домой с хорошим настроением. Вот, наверное, для этого комната, это центр детских инициатив и реализован, чтобы дети могли реализовать себя. Я как советник, конечно же, взаимодействую и с движением первых, и у советников по воспитанию есть определенная задача. Мы работаем по концепциям, которые связаны с определенными памятными датами нашей страны. А памятные даты у нас разные, конечно. Это могут быть и военно-патриотические, связанные с Великой Отечественной войной, это могут быть и творческие, и научные. И каждую дату мы не пропускаем. Школьники занимаются здесь съемкой видеороликов, разработкой планов мероприятий, подготовкой проектов. Словом, ни дня у них не проходит без интересных дел, а это самое главное. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».